Привет! Сегодня рассмотрим пылесос T7-1. Это пылесос гостиничного типа для сухой уборки. Почему гостиничного? Все очень просто. Он очень тихо работает. И кроме того, он вандалоустойчивый. То есть его можно стукнуть, уронить, бросить. И качество пластика такое, что в принципе ничего с ним не случится. Ну, понятное дело, если вы его не с 10 этажа бросите. Давайте о плохом. Что в нем плохого? Плохого в нем вот эта насадка. Она единственная. Нету больше никаких насадок. У нее нету никакого переключения. То есть это только насадка для уборки ковровых покрытий. Или полов. Ну, в принципе, все что угодно. Но переключений нету. Там ковер, пол, щеточки. Ничего такого в ней нет. Понятное дело, что можно докупить отдельную. Можно купить там и щелевую насадку, и насадку для радиаторов. И какие-то щеточки. Но в комплекте есть только вот эта насадка. На этом минусы пылесоса заканчиваются. Дальше идут одни плюсы. Во-первых, пылесос представляет очень маневренный вот такой вот шарик с правильным центром тяности. То есть он не перевернется. Пылесос может собрать в себя 7 килограмм грязи. Он собирается вот в такой вот флисовый мешок. В принципе, мешочек довольно немаленький. Дальше больше. Если вдруг у вас кончился этот мешок, и вы не купили новый, ничего страшного. Вы можете собрать прямо в бак. Понятное дело, что это не самый лучший вариант. Но вот такая вот защита турбины поможет вам спасти пылесос от грязи. Вернее, турбину. От того, что она забьется в пыль. Также в пылесосе стоит вот такой вот маленький фильтр. Вот именно за ним идет турбина, и это все защищается. Пылесос предельно просто в работе. Вот абсолютно просто. На самом деле, все, что нужно, это вставить шланг и включить кнопку. Причем можно даже на горнице. Слышите, не такой уж он и шумный. То есть это сделано специально для того, чтобы когда вы спите в гостинице, а горничный пылесос и соседний номер, они вам не мешают. Но этот пылесос вполне можно купить и домой. То есть для тех, кто любит профессиональную технику дома, и кто считает, что она проработает дольше, вы правильно считаете. Этот пылесос у вас будет служить очень долго дома, потому что нагрузки дома на него будут несравнимо меньше, чем рассчитаны для работы в гостинице. Для каких гостиниц предназначен этот пылесос? Для небольших гостиниц, там на несколько номеров, 3-5 номеров, мини-отельчики. Вот это самый лучший пылесос для этих целей. Левитация. На самом деле мощность всасывания не самая большая у Керхера, но в то же время вполне литр моющего средства, а это скорее всего даже больше, чем килограмм, он поднимает без труда. Понятное дело, что долго он его там не выдержит, и пылесос не предназначен для подъема килограммовых каких-то гильд. Это вам не фитнес какой-нибудь, но силу всасывания вы понимаете. Можем еще вот таким образом сделать. Собственно, последнее, что хотелось бы сказать, это то, что пылесос очень маневренный и очень легкий. Так, в принципе, наверное, рассказывать больше нечего. Все показал, все вы посмотрели. Теперь вы знаете, что такое пылесос T7 Group 1. Надумаете покупать? На этом все. Пока!